Привет всем! Сегодня тест вот такого судна на воздушной подушке. Ну, как видите, распаковки нет, потому что как таковой упаковки у него не было, плюс пришло немного сломанное, то есть треснут корпус и отломаны были вот все вот эти держатели двигателей. Я их пока приклеил на эпоксидку, посмотрим, держится нет, но в комплекте есть запасные, то есть если сломаются, я буду разбирать его полностью и их менять. В комплекте мы также получаем аккумулятор 1800 мАч трехбаночный, плюс простенькая зарядочка и вот такую аппаратуру управления. В принципе всем известно, минус то, что питается 8 пальчиками батарейками или аккумуляторами, двойные расходы руля есть, триммер газа, триммер руля, кнопочка on-off и реверс руля и реверс газа. Вот, но в принципе самая такая дешевенькая китайская, колесико мягкое, в принципе можно даже управлять одной рукой. Вот только я забыл закрывашку на переднюю часть, которая закрывает аккумулятор. Ну ладно, давайте начнем хотя бы тест-драйв так, а потом уже, потому что пишут, значит здесь установлено два движка 2204, плюс вот здесь в центре еще один двигатель, который собственно начинает дуть у нас воздух, тем самым приподнимая наше судно. Написано, что максимум держит 4С, поэтому сейчас я попробую на трех банках и потом уже попробуем поставить сюда 4С и посмотрим, как будет валить она на четырех. В общем-то, пока вот в таком виде, друзья, мы поездим, стоит данное воздушное судно 10 тысяч рублей, ну плюс-минус без учета всяких кэшбэков и скидок. Так, инициализация прошла, движки сразу включаются сами, то есть мы это не контролируем и центральный регулируется вот на эту крутилку. То есть сейчас, как видите, судно опущено, чтобы приподнять его, я в ручном режиме включаю центральный двигатель и оно приподнимается. Я могу контролировать, на сколько оборотов мне его включить, то есть могу судно приподнять больше, могу меньше, то есть можно до такой степени, что вообще просто летает по поверхности, я могу до такой, что его уже нельзя никуда сдвинуть. Поднимаем судно. Я думаю, сделаем на максимум. Слабовато. Не справляется с таким снегом. Давайте по ровной поверхности. Да, все-таки вот гладкая поверхность по ней ездит, то есть теоретически вода, какая-то трава, возможно, даже не знаю пока, но зимой. Смотрите, веселая штука. Но я думал, поедет по снегу, а по такому рыхленькому будет лететь, но, к сожалению, нет. Все-таки нужен укатанный снег или лед, и тогда нормально. Вот по льду тоже нормально ездить. Здесь достаточно скользкая поверхность. Можно быстро. Давай, давай, давай. Неплохо идет, далеко не будем езжать. Толщину льда не знаю. Ох, даже боком, смотрите. Вот здесь веселая штука. То есть сильно не несет, можно сделать быстрый разворот, да, и газку дать. Это вам не на машине гонять по льду, которую будет носить во все стороны. Если она не на шипах, естественно, как у меня гонял их сел. Воу, ничего себе запрыгнул. Класс! Видали? Дрифткинг какой-то получился. И в гору. Нет, уперся. Слушайте, боком ходить вообще круто. Я однажды на «Фантоме» летал или на «Майке», уж не помню. Оу! За таким же судном на воздушной подушке. Прикольно плавает. Точнее даже летит, можно сказать, по льду. Да что ж такое-то? Хотел в дрифте пройти рядом. Да, слушайте, эта льдина меня уже достала. Все, даже полностью отломал уже крепление. Да, эта часть вылетела. Ну ладно, тогда придется поменять сначала. Так, сегодня здесь навалилось снега. И лед не супер крепкий. Далеко ходить не будем. Давайте на максимум мощность. Включаем. Я надеюсь, теперь поедет по снегу. О! Теперь даже по небольшому снегу идет. 4С и аккумчик такой поменьше, чтобы передок не сильно проседал. Но, так как сейчас не лед, а снег, то... Ух! Но все равно. Зарылся. Задний ход не сильно помогает, конечно. Из такого не выехать. Вот видите, вот здесь все равно глубоковат снег. Поэтому не может. Ненадолго, конечно, хватает. 1100 мАч, вообще чуть-чуть. Но погонять можно. Как видите, на этом судне присутствует еще какая-то система стабилизации. То есть, начинаем поворачивать. И, соответственно, попеременно правый-левый начинает работать. То есть, не дают с легкостью повернуть судно. Заводим. Ух! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переднюю часть бы ему полегче, тогда можно было бы полностью летать над снегом, потому что винты все равно смотрят под углом, то есть вряд ли бы он как-то взлетал, да? Но все равно чуть-чуть бы утяжелить, но не настолько, насколько дает это аккумулятор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, достаточно специфичное устройство, да, при немалом ценнике, то есть за эти деньги можно купить тачку и также валить по снегу, вот, учитывая, что по сугробам она не едет. Но то, что такое имеется в продаже, это, конечно, несомненный плюс, то есть в этом плане китайцы, конечно, молодцы, да. Друзья мои, все ссылки на эти внизу, так что заходите, выбирайте. И вопросик, хотелось бы вам видеть летнюю эксплуатацию данного судна, посмотреть, как оно показывает себя летом, где вообще едет, где не едет, что вообще может. То есть пишите в комментарии, подумаем, оставить мне его или нет. Так что жду от вас. Пока!